В Чеченскую республику после почти 20-летнего перерыва вернулась симфоническая музыка. Там воссоздан государственный оркестр. От прежнего коллектива почти никого не осталось, поэтому исполнители пригласились в соседние Северной Осетии. Вахацаев услышал ностальгические нотки. Два часа в пути, на микроавтобусе и музыканты на месте. Даже на обычные репетиции коллективы Северной Осетии каждый раз приезжают как на гастроли. Воссозданный симфонический оркестр выступает перед чеченской аудиторией несколько раз в месяц. Почти каждый раз новая публика, новый зал. И мы боимся произвести плохое впечатление на публику. Волняемся, потому что все-таки первое впечатление – это самое главное. Последний концерт чеченский государственный оркестр дал в 91-м году. После военных действий ни дирижеров, ни оркестровых музыкантов в Чечне практически не осталось. Прежний коллектив распался, пришлось пригласить исполнителей из Северной Осетии. Вот я, например, я была ребенком. И папа меня приводил в филармонию, когда был симфонический оркестр. Но здесь было очень много дирижеров раньше. Со сцены звучат произведения Моцарта, Баха, Вивальди, Брамса. В репертуар оркестра вошли и труды авторов менее известных миру, но с более привычными для республики фамилиями. Некоторые композиции даже пришлось восстанавливать на слух. Партитуры чеченских композиторов были утеряны во время военных действий. Но даже известные классические произведения для многих оказались мало знакомы. После долгого молчания оркестра слушателей пришлось заново приучать к классической музыке. У меня, если честно, понятия нету, что здесь будет, какие инструменты и так далее. Сейчас послушаю, может, в дальнейшем буду покупать даже билеты. В своем репертуаре подбираем наиболее популярные классические произведения. А те, которые люди волей-неволей слушают, им доставляют удовольствие, безусловно, вызывают интерес. Состав симфонического оркестра еще не полностью сформирован. В коллективе всего 18 музыкантов. Со временем планируют расширить состав до 80 человек. Деятели культуры считают, что за 20 лет чеченский зритель отвык от живой классической музыки. И одним симфоническим оркестром этот пробел не запомнить. Поэтому в Грозном уже открылась национальная музыкальная школа. А в ближайшее время заработает студия для молодых исполнителей классической музыки.